Начальник штаба отдела МВД России города Нефтекамска Илья Будаков перед началом обзвучивания цифр статистики за отчетный период сообщил коллегам, что отделу удалось сохранить контроль за развитием криминогенной обстановки на обслуживаемой территории и укрепить позиции на ключевых направлениях борьбы с криминалом. В целях стабилизации оперативной обстановки был проведен ряд оперативно-профилактических мероприятий по противодействию общеуголовной, экономической, наркопреступности, профилактике правонарушения, обеспечению общественного порядка и исполнению требований миграционного законодательства. Реализованные отделом меры позволили сохранить тенденцию в стабилизации общего уровня преступности. Так, за 12 месяцев ушедшего года сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, разбойных нападений, грабежей, преступлений, совершенных судимыми и несовершеннолетними. Общая раскрываемость преступлений составила более 80%. Больше раскрыто преступлений прошлых лет, в том числе в категории тяжких и особо тяжких. В результате, согласно действующей системе ведомственной оценки, уровень общей эффективности оперативно-служебной деятельности отдела составляет, пока у нас данные по итогам ноября, 65,7. И согласно общему ранжиру мы занимаем 16 место среди органов внутренней дела республики. Но это всех органов. А если смотреть по городам, то второе место. Ощутимую помощь в охране общественного порядка и профилактике преступлений оказывают члены добровольных народных дружин, которые ежедневно с 19 до 22 часов совместно с сотрудниками полиции обеспечивают охрану общественного порядка на территории 14 участковых пунктов полиции. Также за отчетный период на территории города сотрудниками отдела выявлено более 35 тысяч административных правонарушений. Зарегистрировано чуть больше трех тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло шесть человек. Кроме того, сотрудники правопорядка выявили 726 нарушений правил дорожного движения пешеходами. В то же время при имеющихся определенных положительных результатах деятельности допущен рост преступлений, совершенных в общественных местах. В связи с этим предстоит осуществление комплекса организационных и практических мероприятий. Марина Медвинская, Альберт Гарипов, информационная программа «Ежедневник».